всем привет и хорошего настроения продолжая тему необычных грампластинок и грамзаписей сегодня хочу очень коротко коснуться вот такого интересного момента довольно распространенного явления в 60 и 70 и годы прошлого века под названием звуковое письмо это нечто близкое по духу музыки на костях то есть громко пластинкам записанным на рентгеновской пленки самописным так сказать записями запрещенных в то время нашей стране групп ансамблей стилей музыки сразу же хочу попросить прощения за то что снимаю с рук но мне кажется так будет все таки больше видно и более понятно о чем у нас сегодня пойдет речь и так звуковое письмо такой вот интересный вид звуковых приветов из грамзаписи бытовавший в 60-е годы когда не было увы и ах этих наших с вами любимых гаджетов когда можно было в вайбере ватсапе послать или ммску с мест отдыха алло привет я в доминики ловим я на майорке привет петрову с майорки привет от петрова или как это лучше у петрова на майорке чем у майора на петровке так вот скажем так 60 70-е годы прошлого века как вы знаете магнитофоны были не шибко распространены хотя бытовал и такой вид звуковых приветов как передача пересылка в конверте я слышал об этом в обычном почтовом конверте фрагмента какой-либо магнитной записи вырезанного куска пленки отправляешь по почте человек получает вставляет магнитофон и слушает алло привет как дела рад слышать эти две звуковые открытки мне предоставил мой коллега по работе замечательный человек александр как я узнал от него это из его личной коллекции были получены в свое время от дедушки отдыхавшего как мы видим по надписи сухуми тогда еще на пределах в пределах великого могучего союза советских социалистических республик то есть открыточка с видами тропической субтропической природы вот вторая такая же пальмы все красоты я покажу вам все прелести города сухуми за 30 рублей и 5 минут что же присылали так сказать и как это все осуществлялось вот вы видите обычного формата почтового почтового отправления открыточка до лицевой стороне мы с вами уже поняли название сухуми и виды этого чудесного города выполнена из плотного картона обратная сторона данного звукового письма представляет из себя такую вот целлулоидную поленка довольно толстая примерно такой подосновой печатались рентгеновские снимки и видите на ней нарезаны звуковые дорожки в центре имеется соответственно отверстие под как сказать шпиндель шпиндель диска проигрывателя грампластинок запись конечно монофоническая выполнялась она в каких-либо прибрежных киосках звукозаписи там стояла соответствующая аппаратура рекордер с иглой который резал соответствующие так сказать записи вот на этой целлулоидной пленки можно было по почте переправить конечно в конверте данный замечательный звуковой привет с юга или откуда бы то ни было можно было вероятно записать и какой-либо пожелание там свою личную речь так сказать но я думаю что качественных микрофонов было довольно небольшое количество не во всех ларьках они присутствовали вот этих киосках звукозаписи поэтому чаще записывали какие-либо популярные мелодии которые уже имелись так сказать фонотеки записываю записывающих эту так сказать звуковую открыточку товарищей больших кепках на югах нашей родины мы не только наверно вот этого сухумские открытки запись конечно я думаю очень такая уже пострадавшая от времени да изначально она качеством не блистала вероятно поскольку записывалась на таких вот довольно примитивных и что что важнее довольно сильно изношенных аппаратах звукозаписи этих самых рекордерах с иголкой вот живу я честно говоря не видел никогда рекордеры поэтому врать не буду кстати тем интересно надо бы что не поискать по ним информацию и вам потом об этом рассказать мои дорогие зрители канала вот насколько я знаю даже по своему детству по даже в маленьких глухих городишках забытых богом райцентрах даже вот на самом юге казахстана я с родителями жил в детстве вот были вот эти ларечки звукозаписи на базарных или привокзальных площадях ну давайте на раз непосредственно к делу вот есть меня в коллекции такой проигрыватель концертный вот тоже наверно тех времен 70 60-х годов обзор его у нас уже был на канале вот ну давайте не будем отходить так сказать от в общем-то стиля стандартный т.д. и прослушаем эти открытки на оснащенном пьезокерамическом звукоснимателе вот этом самом проигрыватели концертный он уже на самом деле даже не ламповый а оснащен в общем-то транзисторным усилителем вот таким образом эта открыточка ставится на диск будем с ней предельно аккуратны вот что характерно одна не записана на скорость 33 оборота другая на 45 по моему я тут немножко пытался слушать вот очень кстати мешают вот эти загибающиеся края то есть открыточка установлена на диск должна давайте мы немножечко так вот погнем сильно заглубляйте середину не стоит потому что эти края иначе будут цепляться за тонаром ну включим в сеть наш проигрыватель и попробуем что-либо воспроизвести посмотрим что записано на открытке номер один тут к сожалению не звуковой привет не речь так сказать дедушки александра а просто какие-то музыкальные композиции тем не менее я думаю интересно будет послушать да для того чтобы прослушать нам придется отключить автостоп потому что как вы видите диаметр записи здесь в общем-то меньше чем на обычном диске вот и собственно говоря поэтому автостоп срабатывал бы вот именно для этого так сказать при переходе тонарма на соответствующую так сказать на соответствующий диаметр автостоп должен был включаться вот именно для этого подобные проигрыватели оснащили отключателем автостопа что можно было прослушать том числе и вот такие нестандартные неформатные звукозаписи выполнены вот на таких пластинках ну давайте поставим на 45 оборотов по моему на 45 у нас это и включим наш проигрыватель в работу ну на качество звука прошу простить и не пенять теперь самое главное попасть тонарму на вот эту самую звуковую дорожку очень дело непростое оп рановато извините вроде попал а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чайка, 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 белокрылая чайка, мамочка! Я помню тот вечер в саду отдаленном, полон окролит цветы. Один поцелуй, гайка, пресс-соленый, бронзовый цвет темноты. Чайка, 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 белокрылая чайка! Чайка, чайка, белокрылая чайка, белокрылая чайка! Моя мечта! Моя мечта! Ну вот, вероятно... Вероятно, это всё, так сказать, что мы могли прослушать на этой пластиночке. Вот, выводной дорожки, как вы видите, здесь нету. Вводная, вроде как, небольшая имеется. Качество записи такое, что, в принципе, можно даже и что-то послушать. Продолжение следует...